Думы не разостали врасплох. Это зависит от того, насколько мы... Закончится когда-нибудь. Но я, конечно, в это верю. Каждый человек нуждается в внимании. Это очень интересно провести. Они это знают. Забота о себе. Для кого-то важность, для кого-то средственного. Вопрос о правильном воспитании актуален во все времена. С развитием общества нормы этикеты меняются. В наше время красивые реверансы сменила дежурная «Здравствуйте». Вместо пышных приемов сегодня деловые встречи. А красивые платья сменили деловые костюмы. У каждого времени свой этикет. Сегодня мы все куда-то спешим. Загружены семейными делами, увлечены карьерой. И зачастую в повседневной жизни забываем об элементарной вежливости. Но согласитесь, приятно, когда при входе вам придерживают дверь, уступают место в транспорте и благодарят за оказанную помощь. Так что же мы вкладываем в понятие «воспитанный человек»? Который проявляет уважение к прохожим, наверное, пытается как-то помочь по возможности. Открыть дверь, не знаю, подать руку. Который здоровается со всеми, ведет себя в обществе красиво, не капризничает. Но это детям касается. Вот. А взрослые? Ну, взрослые, но тоже, которые пример подают детям. Человек, у которого правильно расположены моральные качества, который уважает мнения окружающих, который умеет отставить свое мнение, но также учитывает мнения окружающих. Или, если он не учитывает их мнение, то он уважительно к ним относится, не подвергая их какой-то агрессии. Миролюбивый человек. Тот, который соблюдает правила, признанные в социуме, в котором он живет. Воспитанным человеком можно назвать того, который уважает старших, не огрызается с родителями, ну, в общем, с человеком, который старше его. Имеет, ну, допустим, воспитание, тоже ведет себя прилично в общественном месте. Умный, порядочный, который разговаривает, ну, правильно, мысли подбирает верные, не ругается матом. Воспитанным, который себя ведет культурно хорошо, не бросает окурки, фантики, не матерится, не скандалит. Который, наверное, уважает, прежде всего, себя, всех своих близких, старших. Всех, наверное, которые не ругаются, не матерятся. Воспитанным, ну, вот, например, сейчас я выхожу, да, вот, из двери, тот человек, который заходит, должен меня пропустить. Тот человек, наверное, который извинится даже то, что он нечаянно наступил или толкнул. Тот человек, наверное, который уважает, прежде всего, старость. Современным людям устаревшие правила поведения могут показаться странными. Например, раньше этикет приписывал юным леди ложиться спать не позже часа ночи. На балл нельзя было прийти в желтом, а в разговоре нельзя было упоминать слова «кислая капуста», «редиска» и «колбаса». От правильного поклона могла зависеть карьера. А хорошее поведение было подтверждением порядочности человека. Об утрате каких правил хорошего тона мы сегодня сожалеем. Вот, допустим, старик какой-то или бабушка. Нужна помощь, видно, что им нужно помочь. А просто проходят мимо. В автоусах тоже не уступают места. Не только для женщин, но и для беременных бывает такое тоже. К сожалению, то, что изжило из себя, это какое-то уважение к старшим. Ну, сложно сказать, почему сейчас не прививается это. Я бы, по крайней мере, к своему ребенку я пытаюсь привить уважение к старшим, насколько это получается. Мальчики перестали ухаживать за девочками. Ну, иногда, бывает, позволяют себе не совсем корректные вещи по отношению к девочкам. Также иногда девочки перестали быть похожи на девочек. Более стали грубыми и невоспитанными. Отменили дуэль. И поэтому хамство появилось. Безнаказанное хамство. Сейчас у молодежи отсутствует чувство такта, я думаю, у большинства. Потеря уважения к старшему поколению, также и к своим ровесникам. Чувство такта. Перебивают люди друг друга. Не дослушивают до конца. То есть, я считаю, хороший диалог – это диалог, когда человек умеет выслушать. Да, элементарно сказать спасибо, то, что там уступили место. Это у нас считается сейчас нормальным, если тебе уступили место, но за это можно же сказать спасибо. Ну, например, не знаю, там даже открыли тебе дверь, то тоже элементарно скажите спасибо. Но у нас сейчас это все исчезло, к сожалению. Большую роль в формировании впечатления о человеке играет его манера речи. Ведь всегда приятно вести разговор с грамотным и вежливым собеседником. Между прочим, вежливые формы обращения появились в России в начале 18 века, во времена правления Петра I. Тогда местоимение «вы» впервые было использовано как проявление уважения. Сегодня эта форма местоимения уходит на второй план. Даже существуют такие компании, где обращение коллег друг к другу на «ты» является частью корпоративной этики. Почему эта форма местоимения занимает лидирующие позиции? Хорошо это или плохо, мы спросили у глупкинцев. В работе я считаю, что там нужно соблюдать дистанцию. И на «вы» я лично всегда общаюсь на «вы» и не люблю, когда ко мне так подходит фамильярно. Все-таки я больше предпочитаю дистанцироваться. Скорее всего из-за культуры это тоже зависит, но ко взрослым на «ты» обращаться тоже как-то некультурно, тем более на работе. У меня учительство на вокале, ее все называют на «ты». Ну она не слишком она старше, а со мной она вообще почти одного возраста. Но я не могу называть ее на «ты», так как она учительница. Я просто даже если сильно захочу, я все равно скажу «вы». И вот это очень сильно наблюдается, что люди не чувствуют этого уважения. Для них «ты» это уважение. Хотя «вы» это основы, обращение к человеку с уважением. На мой взгляд это плохо. Все-таки, ну учитывая то, что нас так воспитывали, что все-таки к старшим на «вы», и учитывая то, что я мусульманка, и это заложено было с самых-самых таких корней, своему ребенку я тоже пытаюсь привить. Все-таки несмотря на то, что чему их там учат в детском саду, либо в школе, я буду стараться прививать именно то, как учили меня. Я считаю, что это плохо, лучше на «вы». Все равно старшие это старшие, их надо уважать. Может быть и правильно, потому что нас привыкли с барских времен, ваши высочицы, ваше благородие обращать, себя унижали и возвышали от других. Я не считаю корректным обращаться к старшим, ну к человеку, который старше тебя, на «ты». Потому что у него большой опыт, а как бы он старше. Ну, я считаю, что в общем это плохо то, что у нас пропала такая традиция обращаться к взрослым людям на «вы». Как родители тебя в детстве научили разговаривать со взрослыми, оно так и пойдет в течение жизни. Получается, если наше поколение так разговаривает на «ты», значит кто-то что-то упустил, где-то не досмотрел. Так получается. Это упадок в нашей культуре в целом. Это минус большой всем. Это воспитание. И воспитание не школы, а воспитание дома. Прививание традиций, уважения. Это все идет дома. Как родители общаются между друг другом и между собой, и позволяют ребенку к себе относиться. Это отсюда все идет. О правилах этикета написана не одна книга, и статья снята множество фильмов. Их авторы сходятся в одном. Прививать привычки хорошего тона нужно с самого маленького возраста. Психологи рекомендуют, для того, чтобы не отягощать беззаботное детство, рассказывать о правилах этикета нужно в игровой форме, а именно в виде стишков или соблюдая семейные традиции. А как вы думаете, нужно ли вести урок этикета и воспитания в школьную программу? Я думаю, надо, но все равно это же зависит и с семьи, начинается. А там уже учителя, уже подготовленные дети должны же быть. Это все выходит из семьи, я думаю. Мне кажется, надо сделать не урок, а проводить какие-то мероприятия. Допустим, собирать людей определенного возраста, по крайней мере, в несколько групп по возрастам, и на ихнем уровне объяснять правила этикета. Или надо семье, родителям больше уделять времени детям и посвящать их в это. Однозначно, да. И акцент, опять-таки, на самых основных правилах. Взаимная вежливость между собой, с друзьями, со сверстниками, со старшими, в первую очередь. Отчасти хотелось бы, потому что многое воспитание у детей, оно пропадает. И хотелось бы как-нибудь это наладить или усвоить. Нужно людям уметь разговаривать, находить общий язык между людьми. Также, может, хотя бы в школе научат разговаривать, обращаться к взрослым. Ну, считаю, да, нужно. Меня в детстве научили в школе любить природу. Я никогда не сломаю там ветку или деревце какое-то. Я посажу наоборот. На это тоже нужно обращать внимание. Ну, на воспитание, улучшение к старшему, к своей родине. Я считаю, что этикет, он должен воспитываться, прежде всего, с родительского понимания. И с точки зрения образования, я считаю, я думаю, да. И повысить уровень культуры нашей, культуры непосредственно русской. И всего нашего того, что нами уже забыто. В школе, я так считаю, много уже нагрузки. Ну, в школе, я думаю, всегда, если учитель литературы или русского языка, он рассказывает элементарные правила поведения, этого, я думаю, достаточно. Нередко сегодня люди ведут себя вразрез с нормами этикета. В разговоре мы можем перебить собеседника, отвлекаемся на гаджеты, а иногда позволяем себе и вовсе опоздать на встречи. Согласно данным опроса общественного мнения, более 50% россиян при общении используют ненормативную лексику. И это при том, что на каждом шагу нам говорят о правилах поведения, а с детского сада учат правилам русской речи. Что это? Бунт против всех этих правил или новая культура поведения? Почему люди ведут себя таким образом? Это очень страшно, на самом деле, когда девушки начинают ругаться матом, когда вообще словарный запас скуден. Я даже сама сейчас теряюсь и думаю, как же это ужасно выглядит со стороны. Нужно пополнять свой словарный запас. Это тоже от культуры, это этикетно, наверное. Сейчас люди более раздражительные, что ли. Ну, это называется уличное воспитание. Оно, в принципе, было всегда, когда дети меньше чувствуют разговора с родителями. И по самому сейчас и родители тоже много матерятся, многие родители. И дети перенимают все от них. Дети как впитывающая губка. И они взрослеют уже такими, какими их воспитали. Я так понимаю, побуждает все-таки среда. Ну, и должны быть все-таки какие-то основные нормы, которые человек сам должен придерживаться, и не идти на поводу, допустим, у тех же сверстников, если это касается детей. Может быть, это то же самое воспитание, то же самое влияние людей на твое воспитание, на твое отношение к людям. Это тоже влияет. На сегодняшний день это большая проблема, это доступ к интернету. Я так считаю. Потому что я человек Советского Союза, поэтому в наше время как-то поощрялось больше практических действий, допустим, занятия спортом, музыка, культура, там и все такое остальное. Читание книг. Чтение книг, точнее. Это не сдержанность. Это опять же, вот мы возвращаемся к воспитанию. Просто человек не умеет себя сдерживать, не умеет себе контролировать какие-то эмоции. Это ему не привили, опять же, не привили. Или, например, у нас молодежь, да, хочет кому-то подражать, например, да, не очень хорошим, отрицательным героем. Вот и все. Стать воспитанным никогда не поздно, а век информационных технологий – это не составляет труда. Все нормы и правила поведения общедоступны. Как говорил американский сатирик Will Capy, этикет – это когда ведешь себя чуточку лучше, чем это совершенно необходимо. Подавайте пример подрастающему поколению, создавайте приятную атмосферу вокруг себя и мыслите позитивно. С вами была Евгения Белобородова. Увидимся на телеканале «Вектор». Редактор субтитров А.Семкин